Всем привет! Меня зовут Саша и я хочу продолжить свое предыдущее видео, в котором я рассказывал про виджет в Delivery Club. На этот раз я хочу наполнить его данными. И если вы смотрели прошлое видео, то вы помните, что мы остановились на том, что мы в order entry передаем какую-то дефолтовую модель, которую мы создали. Теперь я хочу, чтобы наш виджет обращался... Ну, в идеале, как у нас эта работа в Delivery Club, наш виджет ходит на реальный бэкэнд, получает настоящие данные о заказе и отображает их. В контексте этого видео я не могу сходить на наш реальный бэкэнд, поэтому я напишу mock, который будет имитировать эту деятельность. Соответственно, мы у него будем запрашивать данные, он нам будет какие-то данные предоставлять. И еще один момент, очень важный, мы попробуем обновлять виджет при получении новых данных. Как это, в принципе, может работать? Виджет может обновляться по времени, по таймеру, может обновляться из приложения, если в приложении пользователь что-то нажал, и он может обновляться, когда приложение получает пуш. Вот это, наверное, самая интересная история, когда в приложение Delivery Club приходит пуш о новом статусе заказа, то виджет сразу обновляется. Вот эту связь между приложением и виджетом я сейчас покажу вам, как наладить. Тогда погнали! Вот у нас есть наша структурка OrderEntryProvider в методе getTimeLine. У нас здесь захардкоженная view-моделька, которую мы передаем в Entry, Entry передаем в Timeline и возвращаем нашему виджету. Вместо этого я хочу обратиться к некоему HistoryManager, который нам вернет настоящие данные. Для этого создадим новую группу, назовем ее HistoryManager, и в ней создадим два новых файлика. В Delivery Club мы используем шаблоны Xcode, и у меня есть заготовочка вот такая, протоколы Implementation шаблончик, который мы назовем HistoryManager. Сейчас я вам покажу, что он нам создаст. На самом деле ничего необычного, выберем только TargetOrderExtension. Он создаст два файла. Один это протокол, HistoryManager протокол, и второй это HistoryManager, это имплементация этого протокола. В данном случае это mock, поэтому давайте явно укажем, что это mock. Для того, чтобы получить какие-то данные, надо создать структурку для них. Давайте назовем ее Order, и теперь определим функцию этого протокола. Она будет называться fetchLastActiveOrder, и она будет на ход принимать completion, который будет кложурой из result, в котором будет либо order, либо error, ну и, соответственно, возвращать нам будет void стандартный метод. Давайте реализуем его здесь, fetchLastActiveOrder. Наполним структурку order данными. У нас будет три поля. Это DeliveryTime. Для простоты все поля будут стринговые. Status и Emogy. Статус Emogy, назовем ее так. Это тоже string. Внутри этого метода мы будем имитировать, как будто мы ходим на реальный backend. Для этого мы воспользуемся dispatchQ. DispatchQ. Для этого надо сделать импорт foundation. DispatchQ, global. Видите, все равно shaded. Async. Здесь мы поспим 3 секунды. Для того, чтобы сделать вид, что мы пошли на backend. На самом деле, конечно, backend DeliveryClub отвечает быстрее, но... Попробуем сделать так. DispatchQ.main. DispatchQ.main. Async. И здесь создадим letOrder равняется... Проинициализируем order. DeliveryTime, например, давайте 15.00-15.10. Статус. Ждем. Ресторан. И Emoji для этого заготовленный. Вот такие часики. Готово. И нам надо вызвать completion, в который нам надо передать success и сюда передать наш ордер. Соответственно, в ордер-энтри-провайдере вместо всего этого добра нам надо создать historyManagerMock и у него вызвать fetchLestActiveOrder. ResultInt. Здесь надо свитчнуть этот результат. В случае successа letOrder нам надо показать... создать viewModel из наших данных. Это будет orderViewModel, в которую в качестве emoji мы передадим статус emoji. В качестве title мы из ордера передадим deliveryType. И в качестве description мы из ордера передадим статус. И вызовем completion, в котором... ага, надо создать timeline и entry. Создадим entry. Это будет orderEntry. Давайте даже сделаем вот так. Создадим entry повыше, чтобы не дублировать код. . orderEntry Здесь мы напишем orderEntry date текущий date kind.order с viewModel с viewModel С viewModel с viewModel From viewModel OrderEntry с viewModel Соответственно, создаем timeline. Timeline с одним entry и тоже с политикой никогда не обновлять. И вызываем completion. Передаем туда timeline. Здорово, давайте посмотрим, что у нас получилось. Так, build failed. Давайте разберемся, почему. Ну да, конечно, потому что в протоколе нам нужно объявить, это должно быть escaping closure. Переходим в имплементацию, добавляем escaping и запускаем. Теперь все готово, вот наш виджет, мы видим placeholder, когда пройдет 3 секунды, он наполнится нашими данными. Вот время истекло, статус ждем ресторан, то что мы хотели. Давайте теперь попробуем обновить его из приложения. Теперь для того, чтобы из приложения обновить наш виджет, нам нужно создать static let orders. Это будет массив наших ордеров и здесь будет три сущности. Я хочу вот такие. Delivery time. Вот так, да. Delivery time, статус, статус emoji. Я хочу создать три заказа и в приложении добавить кнопочку, в которой будет текст update widget и по нажатию на нее мы будем переключаться между вот этими тремя заказами. А после третьего мы покажем empty view. Давайте это реализуем. Первый виджет будет вот такой, который мы создали здесь. Ждем ресторан. У каждого виджета будет delivery time одинаковый. Текст второго виджета будет готовиться. И текст третьего виджета. Текст третьего ордера, прошу прощения, будет. Едем к вам. Соответственно, для этого надо добавить правильные эмодзи. Ага. Вот такой. И вот такой. Готово. Теперь я хочу при обновлении виджета каждый раз у нас будет дергаться вот этот метод let fetch lastActiveOrder. Я хочу забирать из userDefaults index, который был отображен на экране ранее. Поэтому создаем userDefaults.standard. letIndex равняется userDefaults integerForKey. И ключ у нас будет index. А дальше нам надо проверить. Если мы увеличим индекс, то останемся ли мы в пределах этого массива, либо мы выйдем за его пределы. Для этого я предлагаю создать приватную функцию helper private func next index for index, который будет принимать int, возвращать опциональный int на случай, если мы вышли за пределы массива. Здесь будет guard index плюс 1, то есть следующий индекс меньше, чем order.orders.count, то тогда нам надо вернуть nil. В противном случае, если все хорошо, то нам надо вернуть индекс плюс 1. Эта функция готова. Теперь давайте вот здесь, в диспатчке mainAsync мы проверим. If let next index index равняется next index for index. Если next index есть, то тогда нам надо вызвать completion success и передать сюда order.orders по next index. Перед этим нам нужно записать в userDefaults set value for key next index по ключу, чтобы мы могли его впоследствии забрать. В противном случае, если next index нам вернул nil, то тогда нам надо записать в userDefaults минус 1, чтобы в следующий раз next index вернул нолик и мы отобразили первый элемент нашего массива. И вызываем completion с фейлером для того, чтобы отобразить нашу empty view. Для того, чтобы какой-то Error передать сюда, создадим e-num чек order.error, у него будет один кейс, noOrder, его мы сюда и передадим. order.error, noOrder self. Все готово. Единственное, что нам осталось сделать, это в самом приложении добавить кнопочку. Приложение у нас walruskit.example.app и мы перейдем сначала в меню ViewController. Здесь у нас есть enum.row, если вы помните, то там была табличка, в которой первый пункт это Colors, в следующей топографии. Я предлагаю сюда добавить еще один кейс, назовем его Widget, и для него вот здесь создадим ui-hosting-controller. ViewController равняется ui-hosting-controller, он на вход принимает rootView, и его нам надо создать. Создаем SwiftUI на ViewHoo, которую мы назовем WidgetView. Таргет правильный, Create. В ней будет button, на котором будет написано UpdateWidget. И по нажатию на эту кнопочку нам нужно вызвать WidgetCenter, который находится в WidgetKit, поэтому импортим WidgetKit. Нам нужно обратиться к WidgetCenter.shared, это singleton, и вызвать у него reload all timelines. Единственный момент это то, что виджеты доступны с четырнадцатой оси, поэтому нужно добавить ifAvailable. Else-блок можно убрать, и в меню ViewController надо передать сюда нашу созданную WidgetView. Давайте проверим, что у нас получилось. Вот у нас отображается симулятор. Пройдет три секунды, и он должен отобразить… Вот, наш виджет изменился, теперь статус «Едем к вам». Давайте зайдем в приложение, перейдем в Widget, нажмем кнопку UpdateWidget, вернемся на главный экран, посмотрим. У нас изменился статус «На нет активных заказов». UpdateWidget, переходим домой, видим, что статус обновился, нажмем в ресторан, и последний статус, который мы еще не видели, это статус «Готовится». Возвращаемся назад, «Готовится». Вот так мы реализовали виджет, который обновляется из приложения. Всем спасибо, пока-пока!